Дело было в Белоруссии. 7 января мы прорвали оборону в районе станции деревня Холодники. Там жестокие бои были. Большие потери мы несли, просто дивизия обескровлена. Но поскольку мы немцы уже сбили с обороны, с линии обороны, то мы их гнали очень дружно. И вот 22 января мы оказались перед одной деревней, даже 20 января, перед одной деревней на Бугарке. Там местность очень низкая, кругом болото, лес. И пехота никак не могла взять эту деревню. Немцы укрепились на высотке, и очень много артиллерии у них там было. Прямо два дня атаковали и никак не могли взять деревню. И 22 января ко мне подходит начальник штаба полка артиллерийского нашего 425-го. И говорит, сейчас пехотная разведка идет в тыл к немцам. Бери радиста, ординарца и дуй с ними. А там дальше выходи в тыл и определи координаты немецких батарей. Есть на фронте разговор такой, я что-то не испугался, не заволновался. Пошли мы с пехотной разведкой в обход этой деревни, через болото, лес. И когда перешли такую, ну как бы мнимую линию фронта, пехотинцы ушли вправо. Они должны были разведать передний край обороны немецкой на этой высоте. А мы пошли дальше. Вышли на опушку леса, уже сзади батареи. И я увидел три артиллерийские батареи. Две 75-мм, одна более тяжелая, не знаю какого калибра. И батареи шестиствольных минолетов. А еще дальше, в тыл, там оказался штаб немецкий. Там хутор был какой-то, домов шесть, наверное. И там грузовик стоял, легковая машина. Потом туда мотоциклисты подъезжали. Ну, мы поняли, что это там штаб немецкий. Вот. А в поле, между батареями и этим хутором, стоял одинокий дуб в поле. И я к этому... И он был на топографической карте обозначен. Это мне очень помогло определить координаты целей. Я готовил данные по расположению этих батарей, привязывая их к этому дубу. И получились довольно точные данные. Вот. И когда я определил координаты этих трех артиллерийских батареек, батареи шестиствольных минометов, мы отошли в лес на глубину так метров сто. И я по рации, начальнику штаба полка, передал координаты этих целей. Без всякой шифровки. Ну, там ведь как передавали. Батарея такая-то. Квадрат такой-то, расстояние такое-то. Вот. Передали все. И он мне дал команду оставаться там до утра и на следующий день, 23 января, корректировать огонь нашей артиллерии, чтобы уничтожить эти батареи. Мы еще немножко в глубину, а то, что погода была противная. Дождь, мокрый снег. И мы под большой елкой выкопали себе небольшие робики и там наломали лапничку, положили, постелили на дно и договорились втроем. Через два часа меняться. Один дежурит, двое отдыхают. Улеглись радисты я, а ординарец остался дежурить. И вдруг через минут двадцать или через полчаса немцы такой огневой налет сделали по нашему расположению. И один из снарядов попал в эту елку и взорвался наверху. И осколки полетели вниз. Когда закончился обстрел, подбегает ко мне ординарец. И спрашивает, товарищ старший лейтенант, вы живы? Я жив, только по ноге меня стукнуло. А чувство такое было, будто меня палкой по ноге ударили. Вот. Я говорю, иди радиста посмотри. Он посмотрел радиста, а радист погиб. Радист лежал спиной кверху, и у него осколок попал между лопаток и насмерть его убила. Ординарец снова ко мне подбежал. Говорит, ну что, вас вытаскивать оттуда из ровика? А он небольшой, не глубиной, это глубиной 40 или 50 сантиметров был. Там песчаная почва, и песок был не замерзлый. Вот. Я говорю, сейчас я сам вылезу. Приподнялся и упал. Да, до того, я сразу после ранения, как ординарец ко мне подбежал, я ножом разрезал голенище кирзового сапога и перевязал себе ногу прямо поверх брюк. А на мне было двое брюк, дегоналевые и ватные. Немецким перевязочным пакетом туго перевязал. Вот. А когда на ногу-то я опёрся, и тогда такая боль пронизала, и я сразу валились. Но он меня оттуда вытащил из ровика, расстелил немецкую плащ-палатку, она на нём была, и положил меня на эту палатку и волоком потащил. Метров 200, наверное, он меня оттащил, как новый огневой налёт. Я ему говорю, беги, мне всё равно погибать. Вот запомнил я такие слова ему сказал. А он молча лёг рядом со мной и прижался, прикрыл меня, в общем-то. Вот. Ну, обошлось удачно, осколки нас не поразили, и тогда он потащил меня дальше. И только к шести часам утра он меня из немецкого тыла вытащил к своим, к нашим пехотинцам. Ну, в пехоте тут же подбежал санитар, значит, позвал ещё там девушку-санитарку, сделали мне укол в живот против столбняка и отправили в Мятсанбат. Я отдал ординарцу ремень, пистолет, полевую сумку, вот, сказал, что начальнику штаба рассказать надо и пошёл по госпиталям. Вот. И самое интересное, когда я уже был в госпитале в Тамбове, мне ребята прислали письмо с фронта и написали, что на следующее утро наша артиллерия подавила немецкие батареи и пехота взяла деревню с малыми потерями. И в письме ещё была справка, что я награждён орденом Красной Звезды. Вот такие, такой случай был. Единственный раз я в тылу в разведку ходил и вот успешной она оказалась, что было очень приятно.